МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мы планировали эту встречу, мы решили познакомить вас ближе с нашим творчеством. Милан был центром вышивки для высокой моды. Очень важно то, что мы используем станки, которыми пользовались еще 150 лет тому назад. Подставки и растяжки из дерева, которые используем и сегодня, на них мы натягиваем ткань, по методике, придуманной еще 200 лет тому назад, и работаем всего лишь двумя инструментами. Это иголка и крючок. Платье, которое вы видите, от Армании. Вышито или декорировано вышивкой, эксклюзивно банальным материалом, таким как пайетки. Пайетки могут быть интересным материалом при правильном использовании, с вложением своей души в работу. В этом платье, которое вы видите, мы использовали 250 тысяч пайеток. Но 250 тысяч пайеток не говорят ни о чем. Так что представьте себе, 250 тысяч дырок, проделанных вручную. На всю работу ушло примерно 300 рабочих часов. Это платье имеет особую историю, потому как было вышито не только снаружи, но и изнутри. Оно имеет уникальную архитектурную форму. Форма платья сохраняется не потому, что одета на манекену. Оно само по себе такое. Это платье также было представлено на выставке в Палацу Марино и находилось прямо у входа. Удивительная история этого платья в том, что при его создании мы использовали примерно 10 тысяч метров тоненькой ленты из пластика. который называется кринолиной, придавая ей разные оттенки серого и синего. Для передачи эффекта движения. Для сбора всех частей платья в одно целое ушло еще 100 рабочих часов в ателье Versace. Валентина попросил меня создать особую вышивку на пиджаке под названием «Морское дно». Базой для вышивки Валентина взял кожу крокодила светло-зеленого цвета. И мы решили, что в передаче эффекта дна лучше всего послужит настоящий коралл. Когда мы взяли настоящий коралл натурального цвета и начали с ним работать, он не демонстрировал нужного нам эффекта, а смотрелся как мелкие пятна. И нам пришлось экспериментировать с цветом коралла, крася каждый отдельный элемент вручную, придавая им разные оттенки, более и менее светлые. Потом мы добавили нефрит зеленого цвета для усиления эффекта воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Святой Франциск однажды сказал, что ремесленник становится мастером своего дела тогда, когда работает руками. Становится великим, когда работает руками и с умом. Становится легендарным только тогда, когда работает руками, с умом и вкладывает в свое ремесло всю свою душу. Если нет, то не сможет оставить свой уникальный след в искусстве, так как, например, в живописи. Когда вы видите работу Ван Гога, вы узнаете его, потому что Ван Гог работал руками и вкладывал в свои творения всю свою душу. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова